И спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил? Что смерть твой значит? Я утешал друзей уставших. Отвечу я, и Бог заплачет. Добрых дней, дорогие друзья! Это юбилейный выпуск сетдаун-шоу «Время Белковского», который называется «Что после войны?». Почему юбилейный? Потому что в этот уикенд мы отмечаем двойную годовщину. Юбилей 10 лет Четвертой мировой войны, развязанной Владимиром Путиным, как раз в конце февраля 2014 года, и вторую годовщину спецоперации «Зет». Напоминаю, что это канал «Белковский», с вами Белковский. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, лучше от 5 до 7 с носа. Поэтому републикуйте это видео там и тогда, где и когда посчитайте нужным и возможным, и поддерживайте канал «Белковский» морально, психологически, но не в последнюю очередь финансово, в любых финансовых инструментах, включая криптобалюты, из любой точки мира. Итак, «Что после войны?». Собственно, это один из двух самых задаваемых на сегодняшний день вопросов. Скорее, это вопрос номер два. Вопрос номер один – когда война закончится? А войну нельзя просто так закончить. Войну можно только прекратить как ремонт. И вспомним для начала, а почему вообще начинаются войны? Что есть причиной их? И причиной Четвертой мировой войны и спецоперации «Зет» в частности? Спецоперация «Зет», напомню, это лишь составная часть Четвертой мировой войны, в состав которой входит и война 7 октября 2023 года в Израиле, и возможное грядущее вторжение китайских войск на Тайвань, и много еще чего большого и малого. Война в целом – естественное состояние человека и человечества. По данным Организации Объединенных Наций, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, после 9 мая 1145 года в мире всего было 26 мирных дней. Почему 26, а не 72 или 18, неизвестно. Неизвестна методика подсчета. Ну, просто для красного словца. Но качество процесса отражено верно. Человечество воюет гораздо чаще и охотнее, чем живет в мире. И все это отражение той самой энергии Танатаса, смерти, разрушения и следствия глобального эдипового комплекса, который, напомню, это не просто стремление, описанное Зигмундом Фрейдом, сына избавиться от отца, чтобы овладеть матерью. Здесь, условно, есть метафорический ряд, который гораздо глубже предметного. Мать – это материя. Не случайно во многих языках слова «мать» и «материя» однокоренные. Мэттор, муттор, не так ли? Да, в общем, и в русском практически одинаково. А отец – дух, который оплодотворяет материю. И, конечно, желание сына – это овладеть силой отца по оплодотворению материи. Но эдипов комплекс, напомню, трехуровневый. Первое – это недовольство создателем этого мира Господом Богом, отцом. Потому что этот мир крайне несовершенненно представляет собой источник рисков и угроз. Дальше – это недовольство праотцем Адамом, который совершил грехопадение, из-за чего мы из рая, собственно, выпали в этот несовершенный мир, так плохо скроенный Господом Богом. Но если бы не праотец Адам, мы бы оставались в раю и горе бы не знали. Ну и, в-третьих, это недовольство собственным отцом, который, во-первых, принял абсолютно тоталитарное решение родить тебя, не посоветовавшись с тобой. Во-вторых, навязал тебе геном, который ты не в состоянии изменить. Вот, кстати, вся эта генная инженерия, коррекция генома, которой сегодня увлечены Владимира Путина, ключевые члены его правящей элиты, это эффективное средство борьбы с эдиповым комплексом на третьем уровне, потому что ты уже не так зависим от генома отца, как прежде. Другое дело, что тебе за коррекцию генома, то есть за попытку выйти из-под логики отцовской власти, придется отдать. То есть заплатить, ведь бесплатно в мире ничего не бывает по всеобщему закону сохранения. И вот это недовольство миром, постоянным и своим местом в этом мире, желание потрясти мир до основания и затем, мира божьего принять не могу, как говорил Иван Карамазов у Федора Михайловича Достоевского, это базовый источник всех и любых войн. И поскольку недовольных миром гораздо больше, в том числе и у власти находящихся, то и войны идут перманентно. У войн, естественно, есть и более мелкие, прикладные причины, причем как сознатные, так и бессознатные. С одной стороны, война – это форма достижения и определения, собственно, идентичности. Вот вспомню, например, франко-прусскую войну 1870-71 годов, когда сложилась Единая Германия, и Второй Рейх как наследник Священной Римской империи, Германской нации. Конечно, такое могло сложиться только в войне против Франции, как доминирующей культурной силой Европы. Такой акт самоутверждения был необходим совершенно для выявления германской идентичности на новом историческом этапе. Или война, напротив, – это способ задержать и отложить смерть, гибель. Это во многом относится к Четвертой мировой войне, устроенной Владимиром Путиным, потому что война – дело молодых, лекарства против морщин. Владимир Путин прекрасно понимал, что не только ему придется в некой обозримой перспективе уйти из жизни на той системе, которую он олицетворяет, а как продлить бытие и того, и другого. Пролонгировать жизненное задание того и другого, для чего и устраивается война. Это, кстати, и создает вполне осязаемые и ощутимые риски такие войны за Тайвань. Потому что уже скоро выяснится, что китайская политико-экономическая система выпиюща неэффективна, что все разваливается на ходу, что никакого глобального, естественно, экономического или технологического лидерства нет и в помине и быть не может, поскольку тоталитаризм не в состоянии справляться с такими задачами. Да и никогда был не в состоянии, просто на коротких отрезках времени казалось, что может. Но история это опровергла. Для того, чтобы отложить и отсрочить старость и смерть, опять же, как китайской тоталитарной системы машины, так и лично председателя Си Цзиньпина, превращающего все более в персоналистского диктатора, да, возможно, где-нибудь в 2027 году, то есть незадолго до окончания очередного срока полномочий председателя Си, это вторжение случится, причем, опять же, вопреки всяким рациональным аргументам. Война очень часто используется как способ самоутверждения в заданных политических обстоятельствах. Вот возьмем, например, Ирано-Иракскую войну или Ирано-Иракский конфликт, как тогда говорили, ну и сегодня многие говорят конфликт на Украине. Словно, это слово конфликт может что-то скрыть истинное про природу и характер войны и военных действий. Война закончилась в той же точке, в которой началась. Граница Ирано-Иракская осталась там же. Ираку не удалось захватить богатую нефтью иранскую провинцию Арабистан, Хузистан, что изначально объявлялось важной целью войны. При этом Саддам Хусейн, правитель Ирака, рассчитывал еще на восстание арабов на иранской территории. Ирану не удалось поднять на борьбу иракских шиитов против Саддама Хусейна и свергнуть его, и тем самым обречь Ирак на поражение и так далее, и так далее. Более того, на двоих страны понесли экономический ущерб порядка триллиона долларов. Можете представить, триллион долларов тогда, это, в общем, 10 триллионов нынешними. При этом две трети ущерба пали на Иран и треть на Ирак. И 700 тысяч жертв с обеих сторон. Можно ли сказать, что стороны были очень разочарованы итогами войны? Нет, нельзя. Если бы мы спросили Саддама Хусейна, чего он добился этой восьмилетней бойней, которую сам и начал, если декларируемые цели достигнуты не были, он бы ответил, первое, я предотвратил распространение исламской шиитской революции в регионе и на Ирак в частности. Ну вот как Владимир Путин сегодня заявляет, что в спецоперации ЗЭТ он предотвратил вступление Украины в НАТО и вторжение НАТО на РФ территорию. Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно об этом говорили, это создает угрозы для безопасности России. Очевидно. И, собственно говоря, причина специальной военной операции, одна из причин – это угроза вступления Украины в НАТО. Далее Саддам Хусейн в более доверительной беседе сказал, что он самоутвердился, потому что незадолго до войны он сверг своего бывшего босса, президента Ирака, при котором был у вице-президентом. По этому поводу было брожение в элитах и в войсках, а война всех консолидировала, как и спецоперация ЗЭТ вместе с путинскими элитами. И вопрос уже о том, легитимный ли правитель Саддам Хусейн или нет, не стоял. Еще очень и очень долго. Кроме того, вообще война укрепляет легитимность того режима, который ведет, до определенного, разумеется, предела, пока этот режим не разгромлен военным путем или не полностью истощен психологически, как это было, например, с империей Романовых в нашей России в 1616-17 годах. Все разговоры о том, что революция остановила Россию буквально на полпути к победе в Первой мировой войне, лишены оснований. Потому что именно война-то и породила революцию. Если бы она закончилась раньше, революции бы не было. Естественно, с неизбежной оговоркой про то, что история не знает сослагательного наклонения, в ней все предопределено Господом Богом, просто мы не можем заглянуть вперед. Заглянуть вперед могут две категории физических лиц. Ясновидящие и пророки. Это совсем не одно и то же. Ясновидящие – это те, кому бывает видение о том, что оно там в будущем. При этом ясновидением нельзя пользоваться корыстно. Тогда он начинает играть против тебя полностью. Пророк – это, так сказать, спикер Господа Бога, пресс-секретарь. Он должен дословно воспроизводить то, что говорит ему Господь Бог, независимо от того, как это звучит для окружающих и чем заканчивается для самого пророка. Впрочем, и ясновидящие и пророки, как правило, это фрики и маргиналы в любом обществе, которых именно поэтому никто не слушает. А что они оказались правы, узнается ретроспективно, запятая «потом». Ну, вспомним Кассандру, правда? Ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах, как сказал по этому поводу Владимир Семенович Высоцкий. Безумолку безумная девица, кричала я сновиджу трою павшей в прах, но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах, во все века сжигали люди на кострах. И вот и спецоперация «З» туда же. Отсрочить гибель, как лично Владимира Путина, обретшую новый смысл своего бытия, так и вверенную его попечению системе. Оправдать ее полную консервацию в виде изолированного тоталитарного государства. Ну, и по возможности, естественно, показать, насколько мира божьего он принять не может. Как несправедлив тот миропорядок, против которого он восстал 10 лет назад. Кто выигрывает войны? Давайте посмотрим на историю, ретроспективно. Потому что, не будучи ни ясновидящими, ни пророками вперед, мы сильно заглянуть не можем, но зато можем обобщить имеющийся опыт. Выигрывают войны, во-первых, те, кто в них не участвует. Именно поэтому США и их союзники по НАТО всячески подчеркивают, что напрямую ввязываться в украинскую войну они не собираются. А арабский мир и даже катастрофически враждебный, вроде бы, Израиль и Иран никак не ввязываются в войну Израиля с Хамасом на стороне Хамаса. Хотя, казалось бы, вот недавно нам сообщили, что Яхья Синвар, лидер Хамаса в секторе Газы, уже успевший поругаться, естественно, с живущими за границей другими предводителями этой террористической организации, очень рассчитывал на то, что шрицкая и ливанская группировка Хизбалла вступят в войну сразу после нападения 7 октября. А Хизбалла не вступила в войну. Ну, формально, якобы потому, что Яхья Синвар плохо их проинформировал, не сообщил точно, как надо выступать. Но на самом деле, потому что сейчас многие уже хорошо знают, что выигрывает войну тот, кто в ней не участвует, а смотрит со стороны или как-то похлопает по плечу некоторые страны, помогает кому-то, как США и Евросоюз Украине, но не ввязывается в схватку непосредственно. Да и Владимир Путин не хотел никакого прямого вовлечения в войну. Он хотел специальные операции, классиком которых он считает себя, малой кровью на чужой территории. Вот как аннексия Крыму бескровная, потом заваруха на Донбассе, где там вроде как Игорь Геркин-Стрелков нажал по его собственному заявлению спусковой крючок войны в Славянске. Но нас там нет. Это важнейшая для Владимира Путина форма. Мы не ввязывались. Да и в 2022-м он ввязываться не собирался. Он рассчитывал за пару недель просто сменить в Украине власть почти мирным путем. В том числе за счет предательства элит, как гражданской, так и военной Украины. А это не получилось. Вот поэтому ввязались. Влипли в эту войну. Всякая разумная сила от Вашингтона до Пекина. Нет, мы сами непосредственно ввязываться не будем. Нет, нет, вы уже ввязались, кричат из Кремля туда в Белый дом в Вашингтоне. Ну, потому что нужно обосновать, что они дураки, а не мы. Мы ввязались, но это проекция по Фрейду типичная. Нет, это вы ввязались. Нет, нет, не ввязались по-прежнему, говорит коллективный Запад, от чего страдает Украина, но это правило изменить нельзя. Но более всего в войне выигрывает тот, кто потерпел поражение и отрефлексировал его. Да, никакой ошибки здесь нет. США проиграли войну во Вьетнаме, отрефлексировали свое поражение. И это было мощнейшим импульсом для развития Соединенных Штатов Америки как глобального лидера. Если бы не поражение во Вьетнаме, то, возможно, не было бы победы в Холодной войне. Или, во всем случае, с этим было бы гораздо труднее. Ну, про Германию и Японию, их поражение во Второй мировой войне и к чему это привело, я и говорить не стану. Германия – лидер Европы, пусть и со скрипом сегодня, потому что она, опять же, не готова к условиям большой войны. А Япония – лидер там у себя долгие годы тоже, несмотря на все экономические проблемы, стагнацию и все прочее. Просто лидерство Германии и Японии основано уже не на милитаризме, а совсем на других основаниях. Это и не устраивает Владимира Владимировича Путина как адепта старого мира. В этом смысле он хочет подвергнуть ревизии все мировые войны, не только третью Холодную, в которой, да, Советский Союз потерпел поражение, но Россия не отрефлексировала это поражение. И поэтому не смогла воспользоваться его плодами. Вот Крымскую войну проиграли, отрефлексировали поражение, сразу начались великие освободительные реформы. А выиграли бы Крымскую войну, да какие там реформы, еще десятилетий ничего бы не было, и в стране бы закручивались гайки, как в современной РФ припутинизме. Так что проиграть войну – это огромное счастье, просто это не сразу понятно. Естественно, проиграть, только поняв, что случилось. Что поражение в войне, во-первых, посылается Господом Богом за гордыню, затем ты признаешь гордыню, отказываешься от нее, замаливаешь грехи, ты раскаившийся грешник. Итак, здесь посылается совершенно новый этап твоей истории, этап мирного исторического развития. Вот, собственно, результатом всех трех мировых войн доселе, первый, второй, третий, то есть холодная була, демилитаризация Европы. Как физически, так и на уровне сознания. Европа перестала быть пороховой бочкой мира, здесь прикатились большие войны с жертвами и разрушениями. Нет, говорит Владимир Путин, я заставлю вас ремилитаризироваться. В этой связи, кстати, а собирается Владимир Путин вторгаться на территорию страната? Нет, не собирается, конечно. Почему? Потому что он твердо знает, что мы только что сказали, что в войне выигрывает тот, кто в ней не участвует. Для него вполне достаточно, что значительно экономические, ментальные, моральные ресурсы Европы будут вновь брошены на милитаризацию. И, значит, их уже не хватит для обеспечения быстрого достижения будущего, а в которое ни в коем случае нельзя попасть. Это смысл войны по Путину. Потому что в будущем смерть, а ее нельзя приблизить. Война затеяна, чтобы отложить, отсрочить смерть, зафиксировать, зацементировать настоящее, опрокинув его в прошлое. Кто выиграет войну, мы уже поняли. Первый, тот, кто будет подальше от нее. А во-вторых, тот, кто потерпит поражение и отрефлексирует его. Впрочем, и победу можно тоже отрефлексировать. Как сказал Борис Леонидович Пастернак, поражение от победы ты сам не должен отличать. Потому что победа часто сеет зерна будущего разгрома. Как франко-прусская война посеяла зерна поражения Германии в Первой мировой войне. А не отрефлексированная победа Антанты в Первой мировой войне, что породило Вторую. Если бы не то, как проклятые англосаксы с французами управляли Европой в моменты после Версальского мира, то, возможно, Гитлер бы и не появился. Еще раз повторяю, что история не терпится слагательного клония. Гитлер был абсолютно необходим. Для чего? Для решения двух важнейших исторических задач. Первое, демилитаризация и денсификация Европы. Да, это свершилось. И второе, для создания государства Израиля. Это тоже свершилось, поскольку должен был исполниться Ветхий Завет, и евреи должны были вновь собраться в земле, где реки текут молоком и медом. В Ханаане и нигде больше. Собственно, и война 7 октября тоже в конечном счете ведет к этому. Всевозможные вспышки антисемитизма по всему миру так или иначе придут к тому, что не сразу, но постепенно после войны 7 октября, если результаты будут правильно отрефлексированы самим Израилем, если не будет трубного воя о великой победе, а будет рефлексии на тему победы, граничащей с поражением, то еще пара миллионов евреев в Израиль, конечно, приедет. Ветхий Завет никуда не денется, Господь Божий не может допустить, чтобы он не был исполнен. А сколько жертв приносится при этом, это второй вопрос, потому что заповеди, включая заповедь, «Не убей, да ныне Господу Богу, а человеку». А Господь Бог, с одной стороны справедлив, с другой милосерден, и всякий раз, когда он допускает нашу жизнь, а не смерть, он милосерден, это от милосердия. А по справедливости наши грехи он должен давно нас всех уничтожить. И он, движимый своим бесконечным и безграничным милосердием, этого до сих пор не сделал. Что будет после войны, которую, возвращаясь к мысли, нельзя закончить, можно только прекратить? После войны очень четко оформится разделение на демократический мир будущего и тоталитарный мир прошлого. Они будут еще какое-то время сосуществовать. Тоталитарный мир, конечно, рухнет, но не сразу. И тот, кто признает себя неправым, тот очень быстро воскреснет и расцветет. Я не буду приводить конкретных примеров. Они столь же очевидны, сколько и рискованны. Сколько продлится активная фаза войны, неизвестно. Ясно, что тот же Владимир Путин хотел бы зафиксировать некий корейский вариант как можно быстрее. Получится ли это или нет, неизвестно. Поскольку здесь многое зависит от политической элиты Украины и лично президента Зеленского, который не может просто дезавуировать тезис об обязательном выходе на границе 1991 года. И поэтому этот тезис может заявить только следующая постзеленская власть, которая будет сформирована в результате президентских выборов. А сами президентские выборы могут состояться только в случае приосновления военного положения, то есть после все-таки прекращения огня на той линии фронта, которая будет сформирована в момент прекращения огня. Израиль тоже, конечно, расправится с Хамасом, но после этого начнется процесс создания палестинского государства. Очень сложный, потому что нужен новый субъект этого государства. Организация освобождения Палестина явно не справилась. Нужна новая система образования, которая более не учила бы детей, что еврей враг, его надо убить, а государство Израиль уничтожить и так далее. В общем, вытанцует все-таки новый миропорядок, действительно. В этом смысле Владимир Путин абсолютно прав. Старого миропорядка не будет. Но тем более не будет того миропорядка, на который рассчитывает он. Будет некий будущий миропорядок, в котором важнейшую роль будут играть, хоть ты тресни, авраамические религии. Вот что будет после войны. После войны все равно будет будущее. Знаете, как говорил Сергей Данович Давлатов, что бывает после смерти? После смерти начинается история. А после войны придет будущее. Не прошлое. И тот, кто окажется в этом будущем раньше других, тот и преуспеет. Это был юбилейный выпуск седауншевого «Время Белковского. Что после войны?». К десятилетию начала Четвертой мировой войны и ко второй годовщине спецоперации «Зет», то есть полномасштабного вторжения российских войск в Украину. С вами Белковский. Было и остается. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Белковский. Ставьте лайки, делайте републикации. И поддерживайте канал Белковский психологически, морально, ментально, но особенно финансово в любых валютах, включая криптовалюты, из любой точки мира. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok